Валерий Кузьмин Теперь, вероятно, нам придется рассказать о том, что произошло с нами на Кубани. Я думаю, многие из вас следили, следят за новостями, читали разнообразные посты. Об этом уже много что написано, и много кто писал, писали, писала. Но для тех, кто не знает, дело в том, что в Краснодарском крае в этом году планировался феминистский лагерь. Феминистский образовательный лагерь для, как говорит одна из организаторов, посетения связи с Краснодарским феминистским сообществом. Мы с Оксаной были участницами, точнее, планировали стать участницами, что нам не удалось. И несколько случайно попали в эту историю. Дело в том, что организаторам начали в какой-то момент поступать угрозы. И таким образом первое место кемпинга было отменено. Но всерьез, пожалуй, это не было воспринято, потому что, наверное, многие знают, что организаторам любых феминистских мероприятий. Так или иначе, в какие-то моменты поступают угрозы, насилиях, побоях и тому подобное. Но, наверное, я опущу прелюдию, как мы с Оксаной конкретно попали в эту историю. Но дело в том, что в 6.40 утра к нам посвечала полиция в отеле, где находились организаторки и, собственно, мы с Оксаной. Там находились Лена Иванова, Краснодарская феминистка Таисия Симонова, Сочинская феминистка Леда Гарина, одна из организаторов, питерская феминистка и, собственно, мы с Оксаной. И Ледина дочь, восьмилетная. В 6.40 к нам постучали. Из нашей комнаты первая вышла Оксана. Она сказала, что ей не объяснили причин. Когда вышла я, мне пришлось положить усилия, чтобы узнать, ввиду чего к нам пожаловали несколько сотрудников полиции в штатском. Сначала они обещали рассказать все в отделе. Пришлось сказать, что это не совсем законно. Нас повезли на двух машинах в отдел. Первый отдел в Джузбе. Где незаконно удерживали более трех часов без вставления протокола. Проводили личные досмотры. Искали у нас запрещенные вещества и оружие. Советовали, стоит ли воспринять, как оружие, электрошокер, пилу и нож, который находился в одной из организаторов лагеря. Соответственно, раздевали этот трусов на личном досмотре. Просто так. Что там еще происходило, интересно? Мне кажется, еще важно сказать, что интересно, что когда, собственно, весь первый акт кошмара закончился, и мы спросили вообще, что будет дальше. Они сказали, что в Джузбе таких пансионатов чайка три штуки, и мы вас, в общем, проверили, так как мы невиновны, мы будем искать других виновных. Но тех, кто жаловались на нас, мы так и не встретили. То есть, пострадавших таковых не было. Звонок поступил от анонимного мужчины, который сказал, что мы нарушаем его покой. Покой его и всех остальных великолепных отдыхающих. Отдыхающих, да. Вот. Дальше расскажешь? Что интересно еще, мне очень нежно ответили на мое требование, собственно, искать ложных доносчиков, поскольку, насколько я знаю, это уголовная статья, ложный донос. Вот. А обещали, разумеется, найти. Далее мы поехали, чтобы на... Да, и, в общем, когда стало понятно, что у нас нет никаких козырей вообще, так как мы в их руках власть, оружие и клетка, Леда решила использовать самые последние вообще аргументы. Она поднесла к лицу полицейского смс-ку с угрозой о том, что нас выебут, извините, что я это слово говорю, слух, и так далее. И на что полицейский посмотрел, полицейского головного розыска, и сказал, вот, практически так и сказал, вот убьют, тогда придете. Он сказал, когда вот будет реальное, фактическое нарушение ваших границ безопасности, тогда мы с вами поговорим про это, а сейчас вообще про это разговаривать не стоит. Они не рассматривают смс, что-то в этом роде было сказано, только либо это личные угрозы, либо это телефонный звонок, хотя вроде бы сообщение это фактическое такое доказательство почище телефонного звонка. Вот, мы направились, разбившись на группы, мы направились на такси, да, типа Восифовки, чтобы потом автостопом добраться до места нового кемпинга. Вот, девушки из второй группы приехали раньше нас, мы приехали, соответственно, позже. И как только мы подошли к огороженной территории, где должна была нам встретить одна из организаторов, чтобы провести в кемпинг, мы увидели, как приехала машина, набитая до отказа казаками и полицейскими. И последние очень нами заинтересовались и подошли с требованием показать им документы. Вот. На аргумент, что требования от казачьей дружины показать им документы незаконно, поскольку они, их полномочия не позволяют им этого делать, и они могут проверять документы только при русской полиции, нам стали поступать угрозы, совершенно не завуалированные. Нам сказали, что сейчас к нам приедет сотни казаков, мы будем разговаривать по-другому. В конце концов, подошел очень тихий полицейский, который сказал, что им не нужны конфликты. Давайте, девочки, сейчас вот он попросит казаков отойти, вот, чтобы он с вами поговорил. Давайте, девочки, мы сейчас поедем в отдел, вы напишете заявление на угрозы. Мы, собственно, побросали в очередной раз вещи, которые мы дали оставить, и второй раз пообещали привезти обратно на место, откуда нас забрали. Второй раз опять же мы сделали. Мы поехали в отдел, где прождали некого подполковника, полковника, начальника полиции. Олег Алексеевич. Олег Алексеевич, передаю вам привет. Мы прождали его там полтора часа, и после этого, пожалуй, начался самое ад, потому что это были чрезвычайно агрессивные сотрудники полиции. Во-первых, это был очень тихий пункт. Очень тихий полицейский пункт. Нас завели за, собственно, эту решетчую дверь, да, привели на второй этаж. А, изначально следователь изъял у нас паспорта. Вот. Соответственно, там же было бездействие полиции, поскольку в этот момент пришли казаки, которые нам угрожали, и он на это не отреагировал. Он взял у нас паспорта, отвел на второй этаж, и тут нас встретил замечательный полковник, который, услышав, что мы жалуемся, что нам тяжело постоянно таскать вещи, можно мы их поставим на кое-то одно место, потому что нас куча музыков с палатками, спальниками и тому подобное, он начал недвусмысленно вопить, что мы будем делать все, что нам сказали, что мы будем в полиции. И ничего при этом не говорить. Потом, когда мы намекали ему на какие-то законы, он спрашивал нас, прости, зачем я назвать, номер закона, где он находится, статью и тому подобное, и отвечал, что если мы не можем назвать, значит, закон не существует. Сказала, что казачья дружина, это полиция, это их работа, выяснять, кто экстремист, кто фетишист, кто террорист, кто феминист. Да, антитеррористический альбинус, да, там тоже были моменты. Вот. И, собственно, потом, после цирка и обвинения в том, что мы разводим базар, тратим драгоценное время, ни за что, нам пригрозили дактилоскопии и фотографирование, которое тоже незаконно, потому что наши личности установить можно с помощью паспорта, вот, потом прошли, прошло несколько вопросов. Да, еще интересно, что в первом функте нам задавали, опять-таки, очень интересные вопросы сотрудники полиции, например, у девушек, у Леды Гариной и Таисии Симоновной спрашивали, почему они путешествуют без мужей, у меня спрашивали, почему они живут с матерью, вот, может быть, я с ними конфликтуешь, несомненно, ввиде того, что они конфликтуют с отдыхающими, почему я поступила на философский факультет, почему я намного младше всех остальных, ведь что-то, что же нас связывает, вот, пришлось сказать, что это интернет. Да, ну, второй допрос был намного более агрессивный, уже вечерело, и уже было ясно, что у меня какого лагеря провести нам не удастся, и, да, Дарья, может... Да, ну, я, собственно, была последняя, мне кажется, такая пострадавшая в этом смысле, потому что я провела с этими людьми в одиночестве, там, на протяжении часа-полутора, наверное, потому что они предложили... В общем, когда мы... Мне кажется, важный момент тут стоит, что когда мы зашли в кабинет этого начальника отделения, первое, что я заметила, это то, что у него стул, ой, стол, он такой фаллический, короче, у него такой длиннющий, длиннющая такая вот дорога, и от него отходят еще такие штуки, он такой чувствует, что он такой бык, который сидит такой, и просто правит, вот, и, в общем, да, и начальник сказал, что давайте мы сейчас с вами договоримся, вы сейчас быстро ответьте на все наши вопросы, и мы вас отпустим. Вы не замужем? Да, почему мы не замужем? Да, почему мы не замужем? И первый, на допрос пошла я, и там меня к шемурыжили спрашивали, кто вы такая, зачем вы приехали, как вы путешествуете, а почему вы сейчас вот так путешествуете, а почему вот так путешествуете, а где вы с этими девушками познакомились, а все-таки где вы познакомились, где вы познакомились, в общем, они пытались попытаться от нас вообще про феминизм и все такие, и фетишизм, и все остальные вещи, вот, но у них ничего перестало получаться, потому что, ну, потому что не отвечала я на эти вопросы прямо, вот, И в один прекрасный момент зашел начальник, и начальник забрал нашего следователя. И потом следователь просто вернулся за мной и сказал, пойдем в начальнику отделения. А, кто у вас тут самая старшая? И такой на меня посмотрел, когда пойдешь. В общем, мы с ним поднялись к начальнику отделения, и начальник отделения уже такой присмиревший, но все-таки продолжавший меня называть на «ты». Я ему сказала, что не надо меня на «ты» называть, и что его я тоже на «ты» называть не буду, потому что он все-таки незнакомый мужчина для меня до сих пор. И в один прекрасный момент он мне начал говорить, что ты думаешь? Что ты думаешь? Мы тут вас потать и дактилоскопировать собрались, потому что мы собираемся узнавать, кто вы, или там, вы думаете, просто так вам казаки подошли? И, в общем, началась такая история с виляниями, и он сказал, короче, мы знаем, что вы сюда приехали, давайте вы сейчас заподпишите предупреждение, что вы предупреждены, и вы отсюда свалите. Вот. На что... А я такая смотрю, время уже 6 часов, через 2 часа уже темнеет, автостопом ты не доедешь ни докуда, вот. Автобусы не ходят, потому что инфраструктуру в Краснодарском крае просто оторви и выбрось мне, вот. И я понимаю, что нужно спасать задницы, потому что я с 6 утра общаюсь с полицейскими, и это, ну, не мой стиль жизни. Вот. И я говорю, да, пока она видела. И я говорю, ну, ладно, как вы звали, Олег Алексеевич, давай себе предупреждение. Вот. Предупреждение мы подписали, в итоге последнее предупреждение подписывала Лолита, и этот, как он, майор, который был нашим следователем, я просто послушала, при этом он просто вышурнул ее вот так из отделения и начал орать, ты своему мужику будешь такие слова говорить, вот. И, в общем, нас выставили оттуда, и как только нас оттуда выставили, сразу начали приезжать бабоны с другими нашими, короче, участницами, причем трое из них были из аутичной инициативы, то есть это были девушки-аутистки, вот. И мы этим полицейским втюхали памятнику о том, что такое аутизм, и что с девушками нужно поаккуратнее обращаться, потому что, ну, сложно. Они в итоге умудрились их сфотографировать и снять у них пальцы, вот. А, пальцы не сняли, извините, да. Вот. А потом, в конце концов, заехала Гарина, и, а так как Гарина совершенно женщина-быстромазок, она беседовала с Олегом Алексеевичем еще там в течение, там, часа, и пыталась его уговорить на то, что у нас все-таки был химийский лагерь на территории Краснодарского края, вот. Они выражали тем, что ребенку не отнимут, и так далее, вот. Ну, в конце концов, Олег Алексеевич говорил Олегу подписать это предупреждение, и вечером, когда мы все собрались, наверное, приехала Марина, Марина Дубровина, это такая адвокатеса из гражданской инициативы города Новороссийской, они нас на трех машинах эвакуировали просто из Геленджикского района, чему мы были дико рады, вот, и, собственно, позавчера утром мы приехали в Москву. Такая история. В общем, ну, на самом деле, я вчера по вам разговаривала с журналисткой с Солей, и она такая говорит, а что вы думаете, вот вы поедете еще в Краснодарский край? Я говорю, знаете, я думаю, что я подумаю. Они такие, а вы еще собираетесь что-нибудь в Краснодарском крае устраивать? Я такая, вы знаете, я подумаю, а потом, когда я положила трубку, я поняла, что, действительно, Краснодарский край, это, видимо, то место, которое нуждается в феминизме, судя по тому, как с нами там общались, и, наверное, стоит поехать еще пару раз. И желательно мне, коллегу Алексеевичу, мне больше не поеду, я на то, что его волят в этот момент, когда я там поеду. И именно поехать, мне кажется, большой толпой, там, что-то 200. Мало, 300. В общем, все, мне кажется, мы уложились. Спасибо.